Он любит книги и кино про космос. Любимый режиссер Джордж Лукас. Хотя двигается, разговаривает и ходит, Валера Аккуратов с большим трудом. У него церебральный паралич. Мальчик перенес несколько операций на ногах. Сейчас ему требуется восстановительная терапия. РУСФОНД и зрители ГТРК Кострома могут помочь Валере в решении этого жизненно важного вопроса. Вот так каждый день на руках папа Сергей выносит своего сына на улицу. Летом семья отдыхает на своем садовом участке. Здесь для Валеры соорудили спортивный городок. Ходунки, турник. В годовалом возрасте Валерия поставили диагноз ДЦП. В детстве он перенес несколько операций на мышцах. А недавно мальчику прооперировали ноги. Убрали деформации стоп. Да, стопы ног исправились. Стали ровные, прямые. Но пока еще нуждаются в разработке. И в лечении восстановительном. Потому что после операции, конечно, косточки привыкли в одном положении в гипсе быть. И нужно их разрабатывать обязательно. У недавней операции был и неожиданный отрицательный эффект. На Валерия плохо подействовал наркоз. Произошел откат, в том числе и в речевой функции. По счастью, подростка много друзей. Общая тема для общения – фантастика и мир далеких звезд. Я езжу планеты. Планеты? Космос? Да. Космос. Любимый фильм Валерия «Звездные войны» своего кота, породы сфинкс, мальчик назвал в честь режиссера эпопеи Лукасом. Помочь Валерию поправить здоровье согласились московские врачи. У Валеры ДЦП смешанная с пастика гиперкинетическая форма, задержка моторного и речевого развития. Нуждается в госпитализации для восстановительного лечения. Необходима коррекция патологического тонуса мышц, увеличение объема движений, развитие координации, равновесия и мелкой моторики. Надо улучшить ходьбу, развить речь. Стоимость лечения для Валерия Акуратова составляет 197 498 рублей. В семье таких денег нет, но помочь мальчику может каждый. Для этого нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного такого сообщения 75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они описаны на сайте Русфонда. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Русфонда.